А сейчас слово вечернему каналу «Приима». Коллеги обсуждают новость. Проект «В центре мира» встает на паузу. Передаю слово Надежде Сергеенко. Спасибо, Давид. Здравствуйте. Да, буквально пару часов назад Сергей Еремин в своем инстаграме написал, что проект «Пешеходного мира» встает на паузу. Новость не очень приятная. Думаю, многие красняцы оценили, как здорово гулять в центре города по выходным, тем более лето на дворе. Моя коллега Юлия Бочарова прямо сейчас находится в центре мира вместе с главой центрального района Вадимом Войцеховским. Юля, ждем подробностей. Всем привет! Я здесь, на проспекте мира. И несмотря на то, что он, конечно же, живет полной жизнью и в будний день, там ребята играют на гитаре. Где-то еще тут недавно кто-то читал стихи. Да, по социальным сетям разлетелась мгновенно новость о том, что проект в центре мира, перекрытие и то, что проспект мира становится пешеходным, этот проект приостановлен. Насколько? Ну а самое главное, наша задача сегодня выяснить, чем же сердце успокоится, потому что новость это всех расстроила. Мы выясним, чем сердце успокоится у главы администрации центрального района города Красноярска Вадима Войцеховского. Вадим Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Почему приостановлен? В двух словах понятно, но в целом, если поймем почему, будем понимать, когда примерно сможет восстановить работу проект в центре мира. Ну, вы знаете, я начну с того, что проект получился крайне успешным. По количеству посещений людей, ну, наверное, горожане сами, кто бывал, поймет, да, особенно последние выходные были крайне многочисленными. Вот, но у нас, к сожалению, сейчас активный рост коронавирусной инфекции, к сожалению. Вот, и поэтому главой города было принято решение о приостановлении данного проекта на 30 дней. Откровенно скажу, вот, я нахожусь в довольно-таки таком не очень веселом настроении, потому что, на самом деле, проект крайне успешный, повторюсь, понравился горожанам, и по факту вот так вот приостановить проект после двух недель начала, конечно же, обидно. Ну, такова жизнь, здоровье, наверное, дороже. Да, тут надо, правда, признать, что первый блин вышел никомом, и людям понравилось, и артисты сориентировались. Вы ориентировались, и я знаю, что было большое количество заявок на участие, а не только просто здесь погулять, побыть пассивным зрителем и порадоваться. Что будет? Через 30 дней будет какой-то штаб? Как будет приниматься решение о возобновлении? Вы знаете, мы зависим от распространения вот этой коронавирусной инфекции. Я очень бы хотел, чтобы ситуация стабилизировалась, и рост инфекции был приостановлен. И по факту этого будет приниматься решение, как дальше нам быть с этим проектом. Но пока, увы, имеется рост, пока, увы, у нас есть риск заболеть, есть риск того, что данный проект может иметь последствия вспышки заболевания, поэтому он временно приостанавливается. Ну, я думаю, что стоит успокоить людей, во-первых, тем, что гулять, просто гулять по-прежнему можно. Есть тротуарная часть проспекта Мира, и кроме того, заведения, которые здесь находятся, и в том числе летники, они ведь не закрываются? Летники будут работать дальше, но проезжая часть перекрываться не будет. Ну что ж, будем ждать позитивных новостей с надеждой. Ну, так хочется, не могу не спросить, а раньше, возможно, если прям раз, и сейчас все резко примут меры, вакцинируются и перестанут болеть? Ну, вы знаете, все может быть, но пока решение на 30 дней. Спасибо большое. В общем, мы сами в том числе ответственны за то, чтобы приостановить рост, вакцинироваться, соблюдать все меры осторожности и социальной дистанции. Вадим Ильцеховский, глава администрации Центрального района, здесь со мной, на проспекте Мира. Передаю слово Наде.